Здравствуйте. Здравствуйте. Как я отметила, сегодня в рамках московского трека должны состояться очередные переговоры между главными внешних политических ведомств Азербайджана и Армении. Пожалуйста, поделитесь вашими ожиданиями от этих переговоров. Ну, вы знаете, конечно, я ожидаю, что армянская сторона будет и дальше проявлять тоже благоразумие и встречные тенденции, которые проявил на недавней встрече господин Пашинян. И все-таки еще раз подтвердить, что согласно Алма-Атинским договорам, декларация Алма-Атинская, территория Азербайджана включала территорию Карабаха. Но дело в том, что переговоры можно вести бесконечно, это, конечно, позитивный фактор, но в конце концов Пашинян должен, как мужчина, перейти от разговора в дело, то есть к подписанию мирного договора. Пусть сделает хотя бы один шаг, пусть хоть демаркацию границы начнет, согласно его заявлениям, и тогда уже это будут реальные шаги. Поэтому я думаю, что если после этих переговоров, в конце концов, армянская сторона приступит к реальным шагам и действиям, тогда уже можем это позитивно оценить. И второй момент, не могу я его не озвучить, хотя, может быть, не все согласятся, речь-то вышла о территории Азербайджана на момент выхода из состава СССР. По-моему, это было 86 тысяч километров, если я не ошибаюсь. Но речь-то ведь еще должна идти о той территории, с какой Азербайджан вошел в состав Советского Союза. А территория была гораздо больше, поэтому если в перспективе уж говорить о восстановлении исторической справедливости, давайте восстанавливать ее до конца. Поэтому подождем, как пройдут переговоры, дадим оценку, и в конце концов, Пашинян должен перейти от слов к реальным действиям. Если он не может к ним перейти, значит, он в своем доме не хозяин, то есть в Армении. На фоне переговоров мы знаем, что вооруженные силы Армении применили боевые беспилотные летательные аппараты по нескольким позициям азербайджанской армии. До этого также в преддверии переговоров в Брюсселе были вооруженные провокации со стороны армянских вооруженных сил. Чего добивается таким образом Ереван, и почему именно каждый раз, когда происходят какие-то важные встречи по переговорному процессу для нормализации отношений, или же опять-таки с участием уже лидеров двух стран, почему происходит подобное? Давайте вспомним, как Армения трактует официально подобные инциденты. Они ведь трактуются во всей международной прессе, на которую имеет влияние Армения, то есть той прессе, на которую она имеет влияние, той части, скажем так. Как провокации со стороны Азербайджана, они же переворачивают все с ног на голову. То есть в данной ситуации ведется информационная война, цель которой показать, что Армения находится в беззащитном положении. «Защищайте нас, помогайте нас, спасайте нас». Вот эта вот песня, которую Ереван и армянская диаспора поют уже более ста лет, и она у них никак не закончится. То есть это на самом деле вот такой фактор гибридной войны, идет гибридная война. То есть Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, и Армения постепенно сползла на уровень гибридной войны. И здесь, конечно, я говорю, должен быть какой-то шаг. Но если Пашинян его не сделает, то тогда, соответственно, он погубит собственную страну. Вот и все. Своя рука владыка, пусть принимает решение. Некоторые эксперты заявляют о том, что вот такие провокации, они происходят, скажем так, из-за несогласия каких-то внутренних, отдельных сил с позицией премьер-министра страны. И мы видим вот именно, что опять-таки, когда происходят какие-то встречи по переговорным, в рамках разных переговорных треков, вот происходит такая ситуация на границе. А какого мнения по этому вопросу вы придерживаетесь? Вы знаете, я как бывший чиновник-бюрократ, у меня, правда, была, конечно, не страна в распоряжении, но 30 человек в центральном аппарате. И, значит, простите, что-то со светом у нас. Вот, 30 человек в центральном аппарате и там почти 100 за границей в функциональном и территориальном подчинении попробовал бы хоть кто-то что-то сделать без моей санкции. Это зависит от руководителя. Я вот так пошутить себе позволила уж, простите, перед праздниками. Поэтому Пашинян, если он не контролирует ситуацию в стране, а я этого не исключаю, тогда возникает вопрос, а зачем он вообще взялся за такое дело. Есть хорошая русская поговорка, я думаю, что и в тюркских языках есть аналог, и в армянском. Взялся за гуш, не говори, что видишь. Ну, тогда, соответственно, что ж, пускай Армения смотрит, кого она выбрала. Вполне возможно, потому что, насколько я знаю, настроение армянской диаспори в России, я общественно со многими общаюсь, не только в Москве, но и в Краснодарском крае, там очень иронично относятся к Пашиняну и очень переживают за то, что из страны сбежали все профессионалы. Сейчас Армения напоминает, знаете, вот, пиратский корабль в период бунта, кто за руль схватится, тот и первый. Конечно, не слушаю этого, это очевидно. Я думаю, что Министерство обороны там ведет свою игру с кем-то за границей. Ну, от кого оружие получает, с теми ведут, скажем так, уклончиво. Ну, а в таком случае следует ли ожидать вот подобных, скажем так, стычек, провокаций уже после подписания мирного соглашения? Да, я думаю, что да. Ну, во-первых, вы знаете, если будет подписано мирное соглашение, если оно будет подписано, это уже будет очень большой и важный шаг, важнейший. То есть территория будет законодательно закреплена, тогда уже можно будет другие действия предпринимать и совершенно спокойно, не оглядываясь на всякие истории, которые рассказывают там в Вильеване или прикормленные ими люди в Карабахе, что там всю жизнь они ходили еще до динозавров. Ну, я так утрирую, но это же правда, так и так они себя ведут. Конечно, важнейший шаг. Будут ли провокации, пока в мире могут существовать дашнаки, провокации будут. Дашнаки создавались как террористическая организация и какая они, ну, формально партия, но фактически это террористическая организация, разветвленная, которую я встречала не только на территории России, но и на других территориях. Да, будут, но я думаю, что Азербайджану достаточно военного потенциала, разведпотенциала, человеческого, интеллектуального, чтобы эти провокации нейтрализовывать. Это уже будет вторичная задача. Главное, конечно, договор, пусть признают. Ну, что ж, спасибо вам, что подключились к нам. Пожалуйста. Я помню, что своими ожиданиями о предстоящих в Москве переговорах глав МИД Азербайджана и Армении с нами поделилась доктор политических наук Татьяна Полоскова. Продолжение следует...